Субтитры делал DimaTorzok Тест-драйв 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 Была еще какая-то дерьмовая ролейная игра, которую я просто обосрал и снес с компапса, с первого взгляда, ну, неважно, я думаю, как она называется, все поняли, о чем речь, кто регулярно смотрит канал. Вот, в принципе, судя по обучению, управление в игре довольно-таки сносное, да, оно машину заносит, машина ломается, ее можно разбить, и, в принципе, играть не так просто, как в гонке какие-нибудь городские или шоссейные, или, там, гоночные, кольцевые всякие, но здесь намного проще, чем Dirt. Все-таки Dirt 2015, это, наверное, одна из самых, сука, залепи ты дула свое нахуй, чтобы я тебя не слышал никогда больше. Вот, Dirt 2015, наверное, одна из самых сложных ролейных гонок в мире, на мой взгляд, за всю историю, потому что, ну, там вообще на машине просто невозможно проехать, даже по прямой ее сносят. Здесь все-таки немножко получше, однако здесь и графика гораздо более уебанистая, нежели в Dirt 2015. Именно, что она не хуже, а уебанистей, потому что, ну, во-первых, какие-то там мутные настройки, в которых можно указать, как я понял, сколько вы хотите расходовать видеопамяти со своей видеокарты, что, в принципе, бред просто дикий, и мне кажется, что это должно автоматически как-то регулироваться, что ли. Ну, представьте себе, выставляешь качество текстур, качество теней, всякое говно, а потом тебя спрашивают, а сколько вы хотите выделить памяти, если я вообще правильно понял, чего они хотят. Вот, как резко тачка тормознула, не знал, что так можно. В игре залочено 30 фпс, что как бы еще больше подчеркивает ее фуфлыжную графику. Да, чувствительность... Я играю на геймпаде, и чувствительность стика вот в этом повороте просто зашкалила. Мне довольно сложно дается нажатие стика по чуть-чуть, да, я его сразу упираю в борт, то есть с тем же успехами могу играть на клаве. Если бы стик был более тугой раз в пять, тогда, может быть, и можно было на стиках играть в гонки и плавно поворачивать. Я просто не понимаю, что... Почему управление такое безумное... Безумно быстрое. Даже на асфальтовой дороге ехать довольно тяжко. Бам, блядь. Без зеркала-то я проживу, наверное. Давайте же заценим, какие здесь есть виды. Вид из кабины, естественно, но соответствует графике. Вид из кабины, конечно, говно. По сравнению с Дёртом в 2015, где вид из кабины просто вот он там идеальнейший, да, здесь что-то не то. Даже сразу непонятно что, но приборная доска вот та же самая. Здесь она чудовищная, на самом деле. Как будто она... О, надувной человек. Вау, как классно. Вот это круто сделано. Здесь вот эти стрелки, они, понимаете, они нарисованы так, что они не похожи на приборную доску с подсветкой. Похожи на то, что она просто дисплейная какая-то. Что в этой тачке управление с сенсорами может быть. Вот, магнитолы нету, воздуховодов нету. Есть вон кнопки какие-то похожие на турбину, катапультирование пассажира, запуск ракеты, выпрыск масла на дорогу. Я не знаю, может дымовая завеса. Просто какие-то странные тумблеры. Вот, видите, я стиком чуть-чуть, чуть-чуть буквально управляю, а руль уже дергается просто со страшной силой. Я думаю, может быть, это из-за залочки в 30 фпс такое управление. Все-таки в 60 было бы как-то более, мне кажется, плавненько. Ну, в общем, вид из кабины здесь на любителя, мне кажется, что... Вот, в дёрте в 2015-м хотелось играть с видом из кабины, но было очень сложно, потому что там управление безумное. Вернее, там машина на дороге безумно себя ведет, она асфальт вообще не держит, ее носят, выносят там. Нет, асфальт, вернее, нормально. А вот какой-нибудь там гравий, там песочные трассы, там вообще просто невозможно ездить, особенно с видом из кабины. Здесь машина ведется на дороге нормально, а вот именно управляемость просто калечная. Я не знаю, в чем дело, но управление просто... Может быть, надо привыкнуть, но, по-моему, слишком дерганая какая-то она. И графика вот эта деревья, трава, это не похоже на какой-то реализм, а выглядит как-то мультяшно, что ли. Как будто от разработчиков Детайланд Рептайт, или как там, ну-ка, вот этот комиксный такой. Ну и, естественно, я не переставая проигрываю этап за этапом, потому что в раллийных гонках расчет времени необходимого для первого места какой-то совершенно безумный, мне кажется. Вообще, раллийные гонки, они, по-моему, намного сложнее, чем какие-либо другие, за счет обилия вот этих поворотов. Отсутствие карты, присутствие стрелок и комментариев пилота на непереведенном языке, который вообще непонятно, что говорит. Я уверен, что если бы существовал где-то перевод звука для ралли, да, чтобы слушать своего вот этого помощника и понимать, что он говорит, играть было бы в разы и разы проще. А, то есть, это был финиш. Вот эта меточка на руле очень... А, это не был не финиш, заебись. Такую меточку в автошколе делают, чтобы вы знали, насколько надо руль крутить. Там очень не любят, когда гидравлический усилитель бьют в края. Да, это был просто лучший этап в моей жизни раллийный. Там что-то искрит, такое ощущение, что... А, у меня еще... А, вот в чем дело, у меня колесо где-то оторвало. Тогда еще минус игре... Залепи свою нахуй хлеборезку. Минус игре еще и за звук, потому что, мне кажется, когда у вас сорвало покрышку с колеса, вы едете на железном диске, это должно быть все-таки слышно. Здесь звукового отображения это не нашло. Ну, давай, лянча, хуянча, давай, чужать-то надо. Можно почитать, если вам интересную историю тачки. Лянча, HV, HF, то есть... Я на 41-м, почетном 401-м месте, но мы же знаем, что главное не победа, а участие, видимо. Так, давайте поедем на винтаж тогда. Пиздец, давайте не поедем на винтаж. Давайте на... Иконик. Что за иконик? Купер. За лупер. О, вот это, наверное, прикольно. Рено Алпайн, 110. Ну, по снежной трассе это, наверное, сейчас будет просто убийство. Что надо... Да, вот, классная тачка. Что? You do not have enough credits. А, еще и за кредиты, блядь, это все. А, блядь, надо писюлю вам фантик-то не завернуть. Да, с моими кредитами только. A new era. Я не понимаю, почему... Тут нету какой-то нормальной карьеры, зачем они сделали интерфейс, похожий на FIFA. Просто невероятно отстойный. Да-да, Red Bull, уважаю, давай. Аренда кары. Мини-пупер. Блядь. Даже мини-пупер не взять, понятно. Видимо, других тачек мы сегодня не заценим. Где-нибудь есть тест-драйв, может быть, какой-то. Люб. Хорошие новости. Я тебя скипну. Все закрыто, понятно. Extreme Master. Не хватает кар. О, вот здесь я вижу, что написано. Что можно карту поюзать. О, Under 3700. CV. Красиво смотрится, да. Я поеду на своем Peugeot 106 Rally. 1,6 движок. Огонь, тачка, тачка, огонь. Он, ну, практически прямая трасса, но... Я уже в обучении поездил по вот этой дороге песчаной. Я вам скажу, что это жесть. Настоящая жесть. Очень... Как бы хочется в каждый поворот входить на ручнике. Если трасса такая, прям загнутая, но... Хрен отсюда его тут рассчитаешь. Там вон тачку ковыряют. Днище, наверное, антикоррозийкой мажут. Сука, у них шлемы, как у космонавтов. Они там сидят внутри, внутрянки. Очень мило, что в зеркале слева есть отражение. Можно даже немножко правого зеркала посмотреть. Пилоту очень трудно поворачивать голову влево-право. Вверх-вниз он вообще ее не поднимает и не опускает. Ага, да, есть шикарная функция, которая позволит вам... Позволяет вам смотреть свои ошибки. Она не позволяет как бы сделать переигровку, как я понял, да, как в гриде. А только посмотреть реплей того или иного момента. Особо эпично. О, как я в дерево въебся, наверное, что-то типа это... Тихо-тихо-тихо. Я не против включить дворники, но не знаю как. Мы едем на безумнейшей скорости 120 км в час, но у меня такое ощущение, что я на вторую световую скорость сейчас вот-вот перейду. Ну вот видите, да, работу рулем в исполнении пилота, как у него... Знаете, так в советских фильмах, когда снимали сцену в машинах, да, но все мы знаем, что на съемках этого года, а может и сейчас, тачки едут на самом деле на специальных платформах, и вот водитель всеми силами, пытаясь показать, что он рулит, постоянно руль крутил, не переставая лево-право-лево-право. Вроде едут по проспекту, а он его там до половины налево покрутит, до половины направо покрутит. Такой типа шофер. Весь в такой пределе. У меня что-то вот вид из кабины именно вот это напоминает. 8 секунд я сходу провафливаю. Вот этот вид, я не знаю вообще, кому он такой понравится. Вид с капота еще был бы ничего такой, но смотреть на вот этот кусок непонятно чего, заляпанного, захарканного, блядь, или птицами обосранного, даже не знаю. Не очень круто. Многими любимый вид без машины, с бампера, да, с переднего. Но здесь, слушайте, у дороги такая убогая текстура, что разглядывать ее настолько близко, я считаю, смысл. Да ее что близко разглядывать, что далеко, по-моему, убогу. Может, я что-то неправильно настроил графику, но я вроде выставил все на хай. А здесь можно, кстати? Смотрите, options. Hood, гамма. Нет, графика настраивается, к сожалению, в лаунчере. Но я не думаю, что там можно стилистику окружения выбрать. Я думаю, она такая, какая она есть. То есть траву другую не сделать просто. Похоже, конечно, на лоу графику, но надо будет глянуть скриншоты, там наверняка next-gen полный. Здесь-то, конечно, просто вообще, не знаю. По сравнению с дёртом, конечно, смешно смотреть на это убогое окружение. Но дорога, она вообще ни о чем никакущая. Она не имеет никакой текстуры, она как будто гладкая такая, прям, не знаю. В колея она все-таки должна быть выгнутая какая-то, а не просто нарисованная. Себастьян Лёпа-то вообще известный гонщик или нет? Просто мне кажется, что такую игру можно было назвать только в честь какого-нибудь полного хуила. Александр Киржаков, рейсинг, блядь, как он такой. О, заебись, переход на асфальт. Ну, управление здесь, кстати, намного интереснее, чем в какие-то, блядь, я забыл опять название тех гонок. Оно здесь нам, ну, раз в 50 легче, чем в ралли-дёрт. Давай на ручнике, опа, в дерево, ёпт твою мать. Нет, давай ручник не будем больше трогать. Я, кстати, что-то в кабине ручника-то и не вижу. Это точно ручник? Такое ощущение вообще, что я играю в гонки времён PlayStation 2. Опять я, значит, тронул ручник. Машина просто сейчас должна была перевернуться с такой яростью, что... Не понял, как я сейчас застрял. Номер такой ещё классный у него, вообще, блатной. Пиздец. Отлично, я ударился об куст. Модель повреждений посмотрим, интересно. Чё-то перекосило тачку немножко как-то. Но след от удара не очень похож. Хочется умышленно в дерево её уебать и посмотреть, что будет. Да, вообще, эти гонки, конечно, они тоску вгоняют. Вот что ни говори, ралли, они для любителей залипнут, мне кажется. Едешь, просто пидоришь куда-то, никого кроме тебя нету. Ты соревнуешься только с таймером. Это на любителя. Ещё интересно было бы здесь глянуть погодные условия, но мне кажется, в такой убогой графике это будет просто... В общем, погодные условия лучше не видеть, чем видеть. Что мне нравится, то что трассы достаточно длинные, то есть по 7 минут. В дёрте это только в середине карьеры такие появлялись. Да, серьёзно, от этой гонки начинает сон клонить. 26 гигов клиент игры весил. Видимо, 26 гигов отборной графики. Ха-ха-ха. Да, тормоз просто машину тормозит безумно. И при этом её вообще не ведёт, она просто реально замедляется. Даже на такой полупесчаной ехали, значит, тут за дороги. Эпичнейший финиш. Просто эпичнейший. Вот, свернулся, посмотрел специально, как назывались те худшие в мире раллийные гонки. Назывались они VRC-5. Вообще, они позиционировали себя как лучший раллийный симулятор, но на самом деле там полное говниче, как по графике, так и по управлению. Здесь, да, ещё на ютубе посмотрел на графику. Да, она именно такая вот, такая дерьмовая графика. Не знаю, почему было не сделать нормальную, современную графику. Ведь, ну, блядь, Dirt 2015 показал уже, какая она может быть. Группа, глупо рассчитывать, что по сравнению с нормальной графикой, почему-то, по какой-то причине, стрельнет игра с графикой ненормальной. Ночных трасс я вижу, что нет. Как нет и каких-то погодных условий. Что обломно. Вот, кольцевая какая-то трасса. Ну, чё это за ралли? Мы такие ралли на залупе видали. Вот, на самом деле, игра, ну, во-первых, графика страшненькая, да, не такое говно, как в VRC 5, но и не такая крутая, как... Но это что-то среднее, получается, вот и по геймплею, и по качеству. Это что-то среднее между Dirt 2015 и VRC 5. То есть, игра, ну, чисто средненькая. На руле с педальными играть мне будет отлично, потому что она очень простая такая. Ну, как сказать, очень простая, это VRC 5, а здесь она просто не такая жопоразрывательно сложная, как Dirt 2015, где просто машина улетает с дороги на раз-два. Здесь всё-таки управление попроще, и, в принципе, на руле с педалями, возможно, играть в это и будет интересно. Но на геймпаде или на клавиатуре здесь делать будет нехуй, потому что, ну, не-не-не-не-не, игра очень дико в сон клонит, на самом деле. Даже не знаю, почему она мне так не очень нравится. Вам не кажется, что эта машинка слишком маленькая для этой дороги? Посмотрите, вон люди за дорогой стоят, какие большие. Ни один человек в эту машину не поместится, непропорционально. Хотя это тачка такая тоже. Она, наверное, и в жизни не очень здоровая, типа наша АК, наверное. Да, поворот на ручнике, как обычно, удался. Просто божественен. Причём я соревнуюсь-то с нормальными, с фокусами, как я вижу, или что это такое? Фиеста, может? Непонятно, что они от меня тогда не уехали просто в какие-то... Или типа у меня машинка маленькая, но охрененно бойкая, видимо. Да, короче, помимо удобного управления, здесь отметить-то по большому счёту нечего, на самом деле. Хуя, ну чё, последний вылетает? Типа такие правила были? А, или что? Рестарт. Я требую продолжения банкета. Да, фокусы, походу, чё это ещё может быть? Не, или фокусы первые, или фиесты даже. Там чё-то вон у него написано. Сейчас попробую подъехать к жопе и прочитать, чё это за тачка. Ай, да у меня, в общем-то, насрать. И опять готовлюсь стать последним и вылететь, потому что, ну, даже по внешнему виду, видно, что моя тачка здесь просто худшая. Кстати, тачки неплохо пылят, создавая дымовую завесу, через которую просто ничего вообще не видно было. Классно я срезал. Peugeot делает просто охеренные машины, хочу заметить. Возможно, надо просто включить вид из кабины. Такое ощущение, что здесь тачка с видом из кабины управляется немножко получше, чем с видом сзади. А, я понял суть соревнования. Нужно через вот это время, которое тикает в правом верхнем углу, занимать какую-то позицию. Вот какую позицию займёшь, таким ты, видимо, и будешь числиться. Три, два, один, гоу. Нет, наверное, всё-таки фиест какая-нибудь. Ну, знатоки в комментах, я думаю, меня поправят, что это заебись. А они хотят его дисквалифицировать за такое поведение? Мне кажется, он явно петух какой-то. Которому не место в приличном гоночном обществе. Тоже бортанул. Причём три из шести машин в этой гонке одного цвета, обклеенные золотистой плёночкой. Мне кажется, что они во взводе. Причём по графике вот машины очень сильно доминируют над ландшафтом здесь. Сука, я бьюсь за предпоследнее место, как лев, нахуй. Так, Гектор с эхилесом не пиздился, как я с вот этим чуваком. Блядь, сука, мразь, он опять это сделал. Давай, нахуй, пролезем, срежем дворами, я дорогу знаю, ёпта. Да пошли. Короче, чё можно сказать, графика тут довольно такая уебанская, но если к ней привыкнуть, то у игры есть один, несомненно, плюс. Здесь довольно годная управляемость машины. То есть, в принципе, играть в эту игру можно. До чего DERR 2015 красивый, но там, блядь, управлять невозможно машиной, там невозможно в неё играть, дико сложно. Здесь, в принципе, простенько. Если бы они ещё и 30 фпс не золочили, а сделали 60 нормальную графику, играть было бы прям годнота. Но они что-то поленились и нихрена подобного не завезли. Поэтому игра выглядит отсталой. И я сомневаюсь, что она найдёт какое-то огромное количество фанатов. Просто чисто из-за отсталки. Ну, блядь, посмотрите на эти колёса. Полигонов, конечно, нет, но текстурой там вообще не пахнет. Как будто я смотрю фильм про мультик про Гуфи, про какого-то, или кто там с Крушмак Даг там на надувных колёсах на таких рассекали. Вот это тоже похоже примерно на то же самое. Ой, в общем, хватит. Что-то вот серьёзно, больше как-то гонять в игру пока что неохота даже. Поэтому я думаю, что на этом, в общем-то, можно и закончить. Так что пишите что-нибудь, пишите что-нибудь, жмите, что вы думаете по поводу этой гоночки. И адьё.